Доброго времени суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Ну что, наконец, вроде все в основном затихло, хотя, конечно, разговоры будут еще идти очень долго, мнения будут разные. Но сейчас, мне кажется, возник более серьезный вопрос. Я думала, что отношений церквей уже дно достигнуто, а оказалось, нет. Это то, что наши спецслужбы обнаружили договоренности о том, чтобы из лавры вывести артефакты, ценности в Европу. Это, конечно, уже... Я считаю, дальше уже некуда. Самое главное еще и мощи святых. Но если вы решили, что вы не относитесь к московской патриархату, ну, блин, нафига вам тогда вот это все вообще нужно? Ну, я думаю, что здесь есть определенная своя подоплека, и, к сожалению, когда оно достигнет Европы, эти драгоценности, сокровища эти, мы больше их не увидим. Точно так же, как золото скифов. Итак, давайте мы посмотрим на эту ситуацию. Я взяла специально черный гримуар, потому что, ну, это уже ситуация, когда чернее некуда. В конце концов, ну, соберите, спрячьте вы, что там, мало, что ли, каких-то подвалов под Киевом. Нет. Нет. Надо вынести в Европу. Итак. Договоренности по драгоценностям лавры. Их передачи в Европу. О чем это? Ну, это в обмен на помощь. Ну, если вы тут вот видите, надеюсь, хорошо видно, да, что тут вот толпа людей просит, а тут сверху вот дает. То есть, скорее всего, это расчет за поддержку, которую оказывала Европа Киеву. Поэтому все так единогласно решили поддержать этот вариант. Ну, в Ленд-Лиз надо же платить. Зерно уже вывезли. До каких-то подземных различных залежей, там, добраться тяжело в нынешней обстановке. Ну, почему бы не рассчитаться историей своей страны. Ну, вообще. Ну, давайте посмотрим более подробно, о чем эта ситуация. Ну, о чем эта ситуация? Это ситуация попытка стабилизировать обстановку, чтобы вернуть все, ну, может быть, на круги своя. И очень серьезная зависимость. Я не буду говорить, что тут дьявол замешан. Это, ну, он, кстати, против этого. Это очень серьезная зависимость. То есть, решение о стабилизации, которое очень зависит от внешних факторов. Ни внутренних, ни от императора, а от тех, кто управляет извне. И, скорее всего, связано именно с боевыми действиями. Заодно показать, что вот мы такие вот заботимся обо всем своей стране, о людях, об исторических каких-то артефактах, вот обо всем, вот мы такие вот, что даже вот устали, но готовы делиться всем, что у нас есть. Но на самом деле это все иллюзия. А что же на самом деле? А на самом деле это... Это когда ситуация остановилась. Нет дальше... не видно дальнейшего выхода. То есть, это понимание того, что это полный проигрыш. И поэтому появляется информация, причем закрытая, именно такая, связанная с воровством. Почему с воровством? Потому что тут вот крысы. Когда крадутся ресурсы, очень много ресурсов утрачено. И понятное дело, что теперь победы ждать не стоит. То есть, это говорит о том, что все, конец. Они вывозят сокровища, чтобы потом еще и самим слинять. Они считают, что они это вправе делать, что они это могут делать. И это нормально, хотя на самом деле это, конечно, уже... Но при этом и это возможность как себе обеспечить, куда дальше слинять, потому что их дом будет полностью разрушен. Это конец. Все. То есть, для них это полный крах. Крах их надежд, крах их каких-то планов. Ну, а это как расчет или предоплата за то, что их примут в Европе. Какие-то последствия будут иметь на тонком плане уже, да? То есть, на физическом плане мы понимаем, что это катастрофа, это очень плохо. Это, конечно, потом придется пытаться будем возвращать, но, к сожалению, я думаю, что это особо не получится. А на тонком плане, к чему это приведет для руководства Киева, для тех, кто принимал это решение, для тех, кто перевозил. Так. 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 Есть информация, которая, в принципе, закрыта. Но на тонком плане это приведет к тому, что будет серьезное очень наказание. И от многого в жизни, в жизни, придется им потом отказаться. Для того, чтобы просто выжить, они очень многое потеряют. И все это связано с руководством страны, которая ищет разные варианты. Придумывает что-то новое, чтобы сохранить себя, сохранить ресурсы, но все равно ресурсов будет мало. А о чем же жрица молчит? Ну, а жрица молчит о том, что высшие силы будут пытаться как-то урезонить их, угомонить, как-то вот смягчить сердца, что ли, чтобы они этого не делали, чтобы все осталось на местах. Интересно, а как это будет выражаться? Это будет приходить какая-то информация, и их еще и между собой будут ссорить. Эта ситуация изменится. Ну, интересно, а выведут тут же все-таки сокровища в Европу или нет? Приходит мысль, что нет. Ну, сейчас посмотрим. По справедливости, по правосудию. Я бы сказала, что нет, не успеют вывезти, или не получится у них это вывезти. Как-то вот что-то остановит их. А что их может остановить? Остановить их может король мечей, боевые действия, которые не позволят вывезти эти сокровища. Хм. Очень интересно. Так. Ну, а для самой Украины это чем обернется все. Большими-большими проблемами. Тоже связанные с ресурсами. О чем это? Будет очень страшно. Когда люди просто будут как обезумевшие. И очень большие потери среди людей. Для Украины это обернется. Мм. Много огня, землетрясения, извержения, взрывы. Очень похоже на засуху. Очень похоже на очень сильную засуху. Когда придется потом сидеть и думать, что же делать, как исправлять. и стараться уже тогда договариваться и объединяться. Если, смотрите, если захват самой лавры предсказывали, что это будет наводнение, только Каховскую дамбу прорвало, то тут очень похоже на то, что будет очень сильная засуха. И вынуждены будут в любом случае объединяться. Причем вполне возможно объединяться все республики. И вполне возможно, что будет какое-то как землетрясение. Но какое-то вот бедствие будет очень серьезное. Будет жарко. дым. Давайте посмотрим еще одну вещь. Сокровища все еще на территории Украины. Ну, судя по всему, да, что еще сокровища на территории Украины. И это по справедливости. И вывезти их не успеют. Неужели украинцы будут молчать? Или все перешли к раскольникам? Это вообще жесть. Мертвые воспрянут. Кости прах поднимутся. Все на месте будет. Мелькает все как в калейдороскопе. Не могу поймать. Куда-то что-то везут. Пытается упаковать, но ничего не получится. Грузовой состав стоит на месте. Так что, думаю, что вывезти у них не получится. Ну, будем на это надеяться. А вам желаю всем скорейшего наступления мира. он уже не за горами. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова